Всем приветики! С вами Ольга, и я вам желаю здоровья, счастья, радости, любви, мои дорогие. И сегодня мы снова с вами на прогулке в нашем красивом городе Виариджо. А сегодня у меня такая вот тема, где нужно познакомиться с итальянцем, чтобы потом выйти замуж. И я хотела бы, как обычно, привести, но не совсем на личном, на только одном моём примере, но и на примере моих знакомых и подруг, кто где познакомился со своим будущим мужем-итальянцем. Итак, поехали! Где знакомятся русские девушки с женщиной, чтобы потом выйти замуж за итальянца? Па-па-па-пам! Итак, мои дорогие, поехали! Ну, про себя я уже рассказывала в своих предыдущих видео. То есть я со своим мужем познакомилась здесь, в Италии. Уже находясь в Италии, работая здесь и зная итальянский язык, мы съездили на дискотеку, потихонечку-потихонечку закрутилась и, в конце концов, поженились. Через четыре года после знакомства. Ещё две моих знакомых, две моих подружки. Они приехали 30 лет тому назад в Италию. Сначала они поработали немного в нейт-клубе, как, так сказать, официантки и так далее и тому подобное, но немного совсем. То есть после буквально двух месяцев работы они познакомились с своими будущими мужьями, вышли замуж и понеслась. У одной уже моей подруги, ну, соответственно, с её мужем родился сын и 27 лет ему уже. У второй и сын, и дочка. Дочке уже тоже 23 года, сыну где-то около 16 лет. Дальше поехали. Ещё одна моя подруга. Она работала переводчицей с русского на итальянский и однажды к ним приехала, она жила на севере России, и к ним приехала итальянская группа. Она пока работала у них переводчиком, нашла себе там мужа. Ну, конечно, сначала они тоже познакомились, потом перезванивались, но это тоже где-то около 20 лет тому назад, дорогие мои. И в то время, когда они ещё перезванивались, не было ни имейлов, не было ватсапов, поэтому телефонные разговоры были дорогие. Но это никого не останавливало. Они сначала перезванивались, потом друг к другу один раз приехали, поженились. Ну, в Италии они сначала жили без детей, потом родили ребёночка, ребёнку уже 7 лет. Мальчик замечательный. Ещё одна моя знакомая приехала сюда тоже на работу, нашла здесь своего мужа итальянца, и потом они поженились, и она забрала свою дочку из России. Дочка тоже выросла, сейчас и работает, и живёт самостоятельно. Ещё у меня одна знакомая, которая нашла своего мужа, ну, это я уже сейчас говорю, 10 лет назад, по Фейсбуку. Сами знаете, что это за Фейсбук такой, в общем. Он попросился к ней в друзья, они потихонечку-потихонечку, помаленечку-помаленечку. Сначала переписывались, потом начали встречаться, потом начали жить вместе. И вот после того, как они 10 лет прожили вместе, уже купили квартиру вдвоём. И сейчас, вот в марте месяце, они всё-таки решили пожениться, и будет у них свадьба в марте месяце этого года. Поздравляю тоже. Ну, это уже в возрасте. Как я уже говорила, у меня было свадебное агентство, и благодаря мне я тоже поженила 5 пар. Не все сразу, так сказать, поженились. Получилась одна у меня пара, но эти в возрасте были мужчина и женщина. Эти поженились буквально через 2 недели, дорогие мои, бывает и такое. Есть одна пара тоже в возрасте, которые я тоже их познакомила, но они встречались, встречались, встречались почти 10 лет. Потом тоже потихоньку поженились, потому что сначала вроде как и не обязательно было, а потом говорят, ну, раз мы вместе живём, тоже потом поженились. Ещё одна пара, молодая совсем, здесь они где-то по 35 лет, тоже они встречаются-встречаются, но уже дело идёт к свадьбе. Тоже, наверное, в этом или, может быть, в следующем году точно поженятся. Есть одна девушка, ну, женщина, скажем так, из Санкт-Петербурга, которая тоже нашла себе, ну, будущего мужа, потому что ещё не поженились, по сайту. То есть сначала тоже переписывались, потом она приехала сюда, в Италию. Сначала она остановилась у своей знакомой и не у него дома. То есть они пока так повстречались. Потом постепенно она приезжала несколько раз. Сначала тоже остановилась у знакомой, потом уже в его доме по приглашению. Потом он приехал к ней в Санкт-Петербург, тоже остановилась сначала в гостинице. Потом постепенно-постепенно, в общем, она к нему уже начала приезжать даже в пандемию, по приглашению влюблённых. И уже теперь, конечно же, дело идёт к свадьбе. То есть по сайту тоже можно. Хотя и говорят, ой, не-не-не-не, девочки, дорогие мои женщины, девочки, кто угодно. Если у вас есть мечта выйти замуж за итальянца, используйте все линии. То есть вас сама судьба приведёт к тому, что вот у вас должно быть. Ещё одна у меня была клиентка. Она только приехала из России. Она говорит, я не хочу работать, я хочу сразу выйти замуж. И буквально вот, да, благодаря моему агентству она как-то сразу познакомилась. И в этот же день они начали вместе проживать. Через год у них была свадьба. Но поскольку она ещё плохо говорила по-итальянски, я у них на свадьбе была ещё и переводчицей. То есть то же самое, но она уже приехала сюда, в Италию. Тоже не было документов никаких, ничего. Ну, ещё, что ещё? Ещё одна моя знакомая тоже. Приехала сюда на работу, нашла себе мужа, родила двоих детей. Вместе они пожили довольно-таки долго. То есть дети уже сейчас довольно-таки взрослые. Потом у них что-то там не получилось. Она ещё одного мужа нашла, ещё раз вышла замуж и ещё одного ребёночка родила. То есть те дети от первого брака у неё уже довольно-таки взрослые, по 25 лет и выше. Они уже живут самостоятельно. А последний мальчик, ему около 12 лет, то есть живёт уже с мамой и со вторым её мужем. И так тоже. То есть если первый раз не получилось хорошо, не унывайте. Идите ещё, ещё, ещё вперёд из песни. Что ещё хочу сказать? То есть ещё одна у меня знакомая, которая тоже нашла себе мужа ещё в России. То же самое. Получилось так, что... Ну, здесь она уже в Подмосковье жила. Тоже получилось, что с итальянцем они познакомились в Подмосковье. Тоже потом она к нему приехала потихонечку. Начали... Сначала встречались, потом поженились. Потом она забрала своего ребёнка из России. Мальчик был ещё небольшой. Где-то ему было около 10 лет. Он здесь уже в Италии потом вырос. Сейчас самостоятельный, живёт отдельно, работает и встречается уже с девочкой. В общем, так тоже есть возможность. В общем, если вы захотели, дорогие мои, ищите, ищите любые возможности. Конечно, когда вы приезжаете в Италию, и несколько раз, может быть, даже сначала по сайту где-то там найдёте себе какого-то итальянца. Начинайте приезжать. Не бойтесь, дорогие мои. Вы останавливаетесь в гостинице. Вы начинаете встречи. Ну, вы два в одном. Но вы смотрите и Италию, и вы начинаете встречаться с мужчиной, который, может быть, в будущем будет ваш супруг. Если не получилось с одним, значит, нужно продолжать с другим и так далее и тому подобное. Потому что, конечно, если будешь сидеть дома, то принц не прилетит, как Дед Мороз на санях. Ну, ещё хотела бы ещё отметить, такая у меня ситуация была, как, да, кто-то там знакомит. Так же, как вот у меня получилось, моя подруга меня познакомила. И ещё у моей подруги тоже познакомилась. Её познакомила тоже её подруга с одним мужчиной-итальянцем. И, в конце концов, они потихонечку поженились. То есть, через знакомых тоже можно. То есть, вы, может быть, приезжаете в Италию, идёте куда-то в гости, и там случайно или не случайно знакомитесь с кем-то из родственников. То есть, кто-то вас тоже знакомит. Это то же самое. То же самое, если вы едете на работу. Может быть, даже на сезонную, может быть, на какую-то угодно, по контракту в Италию, вы немножечко уже знаете язык. Вы уже знаете немножечко, как, ну, как обиход, так сказать, итальянцев, культуру немного итальянцев. Тогда ещё легче будет познакомиться с итальянцами. Ну, в общем, получается, что вот, исходя из моей практики, дорогие мои, получается, что да, в любых ситуациях есть возможность познакомиться именно с мужем, с итальянцем, который в будущем будет тебе супругом. Ещё вот одна у меня знакомая, которая буквально недавно тоже приехала сюда ко мне, познакомилась здесь со своим будущим мужем, потому что сейчас всё идёт к свадьбе, подготовлении всякие, приготовлении. Буквально вот за год, за год, дорогие мои, потому что здесь ещё есть благоагентства, такие же, как брачные, как я организовывала, организовывают встречи. Встречи где-нибудь в ресторанах, каждый за себя платит ужин, то есть девочки и мальчики напротив. И потом они танцуют там, сначала ужинают, общаются, потом танцуют, общаются, ну и потом у кого-то что-то складывается. Вот у неё как раз сложилось то, что за год они уже живут вместе, уже купили жильё, и сейчас всё идёт к свадьбе, дорогие мои. То есть возможностей есть, возможностей много. Главное, что нужно обязательно пробовать. Нужно ходить на встречи, нужно искать по сайтам, пока вы ещё находитесь в России, и ваши мечты обязательно исполнятся. По крайней мере, в Италию можете приезжать по приглашению возлюбленного или просто по бизнес-визе, потому что сейчас ещё пока туристический сезон не открыт. Но ничего страшного, всё равно нужно действовать, дорогие мои. Конечно, у меня ещё примеров целая куча, но я имею в виду то, что кто хотел, тот нашёл, вышли замуж все и живут в Италии с удовольствием. Ещё одна у меня знакомая, прямо даже в Калуге, нашла себе мужа итальянца, то есть тоже по обмену опытом, как-то там они приезжали в Калугу. Она с ним там познакомилась сначала, поскольку он там работал в Калуге, они встречались в Калуге, он ей там купил квартиру, потому что у неё ещё и сын. Ну, потом, постепенно-постепенно, и в Италию он тоже её забрал. Я у нас с удовольствием переехала. Ну, в общем, вот такие вот итальянцы, конечно, как сегодня моя девочка-подписчица написала, я говорю, на юге они все не такие. Главное, что нужно себя настроить. Нет таких южных мужчин, которые не такие, не сякие. Нет северных мужчин, итальянцев, которые не такие, не сякие, или среднего, середины Италии. Все мужчины одинаковые, но главное, чтобы вы начали мечтать о таком мужчине, который вам действительно подходит. И вот тогда он найдётся, либо на юге, либо на севере, либо в середине Италии. Итак, желаю вам всем, как обычно, здоровья, ну и счастья, радости, любви. Всего вам хорошего. Любви, любви, любви вам всех, мои дорогие.